Я могу сказать, что вся моя судьба и, в общем-то, жизнь связана с лошадьми, несмотря на то, что я в своей жизни занималась еще многими очень вещами. Жила я недалеко от ипподрома и поэтому имела возможность заниматься этими вещами практически каждый день. И началась моя волшебная жизнь с лошадьми. Конечно, я никогда не думала, что я нападу в какую-то сложную ситуацию. Но ситуация случилась, к сожалению, совершенно неожиданно. Связано это было с тем, что у меня муж после третьего инсульта уже, вот тут, как говорится, я немножко сломалась. Открылась язва желудка двенадцатиперстной и неожиданно произошло кровотечение язвенное. И у меня, конечно, тут сразу и перитонит и все такое прочее. И меня, конечно, спасли мои ученики. Они по голосу сразу поняли, что со мной что-то не в порядке. И Инесса Пономарева, она действительно тот человек, который меня спасла. Она приехала, отвезла меня с Клифосовского. И там, в общем, я пролежала 12 дней в реанимации. Ну, так получилось, что вот меня оставили на этом свете. Выжила. Но, конечно, ситуация была очень сложная. И, в общем, это было вовремя, потому что все врачи сказали, что если бы там еще чуть-чуть промедлить, то они бы уже тогда ничего не смогли сделать. И когда девушке позвонили, значит, Вите Святославне, она тут же из самолета дала команду. И тут же мне была оказана необходимая помощь. То есть мне перечисляли деньги за сиделку, потому что я была абсолютно беспомощна. На лекарства. Ну, в общем, практически на все. Там же нужно было, там, ну, много чего. Просто врачи говорили, что нужно. А девушки мои все это дело выполняли. И оплачивал это фонд Ваня. Слава Богу, что он есть. И слава Богу, что есть такие не просто неравнодушные люди. А я даже не знаю, как их назвать. Ну, святыми их не назовешь. Но, во всяком случае, люди, которые очень близко, они могут сопереживать, они могут оказывать, вот, они неравнодушные. Ведь можно, в конце концов, узнать и что-то сделать, а можно, в общем-то, ничего и не сделать. Но, вы знаете, я-то выжила, собственно говоря, благодаря вот этой поддержке, потому что она играет очень большую роль. Мало того, ведь дальше мне пришлось реабилитироваться, потому что я не ходить не могла ничего. И мне пришлось над этим очень много работать. Я хочу это сказать тем людям, которые тоже вот попадают в какие-то вот такие вот беды, что никогда не надо унывать, никогда не нужно, понимаете, опускать крылышки.